5, 4, 3, 2, 1 APL Planet 2020 Самое виртуально-глобальное событие компании APL, участниками которого стали более 10 тысяч партнеров по всему миру. 60 стран-участниц, всемирно известные спикеры, синхронный перевод на 8 языков, 4 дня грандиозного обучения, вдохновения, новостей и мотивации. Событие, которое стерло часовые пояса и объединило партнеров компании APL со всего мира. Событие без границ. Сергей Сергеевич, Ольга Владимировна, я вас приветствую на этой студии. У меня реально дежавю, потому что ровно год назад на второй день магии 8 мы с вами сидели за кулисами и обсуждали то, как прошло наше событие. Помните такое? Да, было. Такое трудно забыть. Изначально девятую годовщину планировали проводить в круизе, но пандемия внесла свои коррективы. Отменили круизы. Мы понимали, что мы уже не сможем попасть в круиз и не сможем собрать большой зал, потому что это запрещено. Первая мысль какая была? Как провести годовщину? Истерика. Первая мысль была истерика. Мы сначала думали про праздничный зум, как делают все компании. Они особо не запариваются, они там поговорили пару спикеров, и все рады. Мы тоже сначала думали сделать что-то попроще, но потом нарисовались две сцены. Потом они смогли остановиться. Нам нужен был классный свет, нам нужен был хороший звук, нам нужен был прямой эфир, нам нужен был классный сценарий. Тут подключились техники, инженеры, ребята с телевизора, очень крутые профессионалы. Я прям дико благодарна за их помощь, потому что классную картинку организовывали они. Я волновался, как никогда, потому что такой формат, он впервые в моей жизни. Такое некое телевизионное ток-шоу, когда ты должен выйти на связь, и ты понимаешь, что от тебя вообще ничего не зависит. Даже в прошлом году я так не волновался, сегодня только осознал почему. Потому что даже если бы там отключили свет, вырубили бы интернет, звука не было бы. Все, что угодно могло бы произойти, спецэффекты бы не сработали. То есть мы могли бы продолжать работать номера, и я бы мог просто даже работать голосом, достучаться до всех гостей. Здесь же мы зависели от интернета, от многих факторов, на которые мы повлиять не могли. И, к счастью, все прошло идеально. Главная миссия события — стереть все границы. Команда профессионалов добилась этого с помощью современных технологий. Например, главную премию «Золотой листок» президент вручал в студии в Чебоксарах. Номинанты находились в совершенно других городах и странах. В эфире трансляции же все находились на одной сцене. Ну, нам нужно было выделить именно эту номинацию. «Золотой листок» — это то, вот этот вот как раз «Оскар», ради которого все стараются в течение года. Нам эти люди очень важны. И уникальное вручение, которое мы смогли сделать, мы этим очень гордимся. Нам кажется, что получилось все очень хорошо, да? Да, было просто мега круто, и я был шокирован, поверьте, не меньше наших обладателей, нашего «Золотого листка», потому что я до последнего сомневался, получится или не получится, вдруг что-то пойдет не так. Я понимаю, что мы заранее некоторые вещи репетировали, но здесь это действительно прямой эфир. Я никогда раньше не участвовал ни в чем подобном, и когда я назвал первую номинацию, на которую вышла Людмила Дерягина с Игорем, я реально думал, блин, а если не получится, что я буду делать? Что мне делать, как реагировать? Я же, ну, не ведущий и не был к этому готов, и слава Богу, все получилось. Вот мне кажется, именно этим наше событие без границ и запомнится всем гостям, потому что всем участникам, всем партнерам компании EPL запомнится только, говоря тому, что мы находились здесь, в нашей студии в Чебоксарах, а они находились на другом конце планеты, и мы общались, как будто стоим рядом, это круто. Праздник удался, это настоящий EPL Planet, ведь самое главное дать эмоции, дать драйв, кураж и видение. Я думаю, нам это удалось. Привет, друзья! Привет! Иван! Вы очень круто технически прокачали события. Сцены, экраны, спецэффекты. Что же по наполнению? Почему событие, которое должно было идти один день, в итоге у нас четыре дня идет? Во-первых, мы не делали, наверное, ни одного события в этом году. У нас отвалился сизанс, и обучающего форума в этом году не было. Поэтому Оля приняла решение, что нужно нашим партнерам все-таки дать знания, рассказать о продукте. Здорово! А спикеров вот этого второго дня, как вы выбирали? Как процесс этот происходил? О, очень сложно. На самом деле мы просто взяли рейтинг лучших из лучших, посмотрели, кого можем пригласить, и пригласили. Например, Том Шрайдера. Получилась такая интересная история. Я, честно говоря, думал, что он умер уже. Это моя необразованность, наверное. Но почему-то я думал, что его уже нет. Я вырос на его книгах в индустрии сетевого маркетинга. То есть я, когда начинал в 17 лет, в качестве дистрибьютора я прочитал, наверное, все его книги. И почему-то я так его в мыслях своих похоронил. Думаю, ну вот великий, их уже нет. И когда мы были во время турне в Фениксе, мне показывают книги и говорят, вот этот, говорит, самый крутой тренер. Я говорю, да, я знаю, это большой L. И Тина говорит, да, он нам проводит тренинги каждую неделю. Я говорю, что? Записи? Нет, говорит, живьем. Я говорю, в смысле, он же умер. Они были шокированы, конечно. И через два дня устроили мне сюрприз. Они пригласили на Zoom звонок Том Шайдера. Мы пообщались и договорились, что он выйдет для наших партнеров в эфир и прокачает необходимые навыки с нашими лидерами. Супер. Роберт Киосаки у нас еще тоже. Сегодня, в период пандемии, очень много финансов от карамид. Меня это, честно говоря, вот, ну, немножечко выводит из равновесия, потому что не понимаю, как люди ничему не учатся. Они вкладывают деньги, инвестируют, продают квартиру, чтобы вложить куда-то, чтобы получить опять квартиру. Ну, бред. И их жизнь не учат. Раз они прогорают, два прогорают, три. Они надеются, надеются, как лотерейные билеты, да? Ну, лучше пошли и реально купили лотерейный билет. Хотя можно помолиться, и реально тебе повезет. А финансовые пирамиды, завуалированные под компанией, сетевого маркетинга, доверять деньги, ну, честно, не стоит. И я хотел, чтобы Роберт Киосаки об этом рассказал. Потому что многие прикрываются его цитатами, его фразами, показывают книжку, сами ее, походу, даже не читав. Ну, главное, показать, да, и сделать умное лицо. Поэтому сразу родилась мысль, да, а можно ли пригласить Киосаки к нам на выступление? В основном это те спикеры, на которых мы сами выросли, которых Сергей перечитывал, когда вступил только в сетевой маркетинг. Наверное, из этого тоже, да, формировался список? Я думаю, да. Отлично. Давайте про третий день тоже немножечко скажем. Какие у него изюминки есть, какие-то выступления, которых особенно стоит ждать, смотреть, учить? Я лично жду его с нетерпением, потому что удалось сделать то, ну, чего просто давно хотелось. Это действительно уникальный день, потому что настолько емко, о продукте мы еще не рассказывали ни разу. Будут выступать специалисты, рассказывать и про сертификат, и про упаковку, и про то, что находится в составе, из чего продукт. Будут выступать врачи, нутрицологи, огромное количество людей. Мало того, мы еще это все будем перебивать реальными результатами, которые получают люди. Это уникальная картинка, уникальные спикеры, но мы похожего еще действительно не делали. И четвертый день. Четвертый день – это день, который мы называем лидерский день, потому что лучшие из лучших спикеров, которые отличились именно в этом году, которые сделали квалификацию в этом году, будут делиться своим личным опытом и давать свои лайфхаки, как приходить к этому успеху быстро, на больших скоростях, и в стиле гол. Эрик Айпиел спрашивает. Сколько стоит самый топовый состав спикеров в мире? Дорого. Дорого. Можно все это прогуглить, разумеется. И скажу вам так, что после долгих переговоров, торгов, да, мы тоже торгуемся, разумеется, нам удалось их заполучить. И я думаю, вы все видите, как они стараются. Складывают свою энергию, свой опыт, чтобы чему-то наших партнеров новому, может быть, научить, или чтобы они вспомнили то, что уже знали, но не использовали в своей практике. А стоит, на самом деле, это очень все дорого, тем более в период пандемии, когда они стали сверхвостребованы, сидя у себя дома, через интернет все работают, и такое ощущение, что коучи возрастли в цене просто в несколько раз. Да, я даже сама, когда посещала просто выступление Радислава Гондопаса, билет, я помню, стоил очень приличный, мы сидели в огромном зале с огромным количеством людей, и тренинг был на достаточно общую тему, а здесь настолько узко специализированные тренинги именно для наших партнеров, мне кажется, это прям бесценно. Да, это точно, потому что с каждым из тренеров мы общались, мы проговаривали, они знают ценности компании, они знают, куда мы идем, они знают нашу глобальную цель к 2021 году, то есть что мы хотим добиться глобальных продаж на 1 миллиард. То есть каждый тренер, каждый наш спикер, он владеет информацией о компании, поэтому, конечно же, вся информация, она не обобщенная дается, а целенаправленная для наших партнеров. Следующий вопрос. Будут ли новые продукты от Аккумулита Сэй? Конечно же, будут. Этот год стал исключением. Впервые за все наши годовщины мы не презентовали нового продукта. Но это вовсе не значит, что мы больше не будем выпускать Аккумулита Сэй. Будем. И у нас очень много идей, очень много тех продуктов, которые уже скоро мы начнем презентовать. Но всему свое время. Еще вопрос. Как будете праздновать, когда компания достигнет товарооборота 1 миллиард? Я вчера приоткрыл завесу тайны и рассказал, что как мы будем праздновать триумф. То есть у меня нет сомнений, что мы достигнем этой отметки к следующему году и будем праздновать помпезу. Мы всегда умеем проводить мероприятия. Но когда будет что отпраздновать, такое вот достижение поставленной цели, конечно, мы, наверное, будем отрываться. Я даже слышала вчера, что это будет стадион. Не исключено. Виртуально мы точно умеем создавать, если что, стадион. Да-да-да. Виртуальный это будет стадион или реальный покажет время. Но то, что десятилетие компании будет грандиозным, триумфальным, нет сомнений. Ведь в АПЛ не бывает по-другому. У меня такое ощущение, что вы запланировали, получается, годовщину и все настолько удачно складывалось, как будто бы так и должно было быть, да? Хотя изначально не совсем хотелось все сделать так. Ну, хотелось все делать по-другому, честно говоря. И с другим размахом, с другим бюджетом сделать, как всегда, на корабле. Потому что вчера я рассказывал, что Оля придумала десятилетие раньше, чем девятилетие. Поэтому делать вот такое помпезное мероприятие, очень дорогостоящее, ну, наверное, да, мы точно не планировали. Но мы очень заботимся о своих лидерах, о своих дистрибьюторах и хотим, чтобы каждый мог гордиться тем, что он в лучшей компании, которой ничего не жалко для своих партнеров. Мы действительно вкладываем душу, сердце, все в свое время, чтобы прокачать и дать уверенность завтрашнем дне. Вы меня, конечно, пресер. О том, каких усилий и затрат стоило для компании проведения виртуального события. Я вас всех примерно назову. Четвертый день, если вы оставите, если вы оставите из живых. О том, что осталось за кадром и самые жаркие подробности девятой годовщины, в нашем следующем видео. Стоп! Стоп! Подписывайтесь на наш канал YouTube и первыми увидите все премьеры. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok